Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, вассаляту вассаляму аля расуллиллах, аля алиху асхабих аджмайин амма ба'ад. На этом уроке мы проведем и араб грамматический разбор сур аль-кари'а, великая бедствия, то есть судный день. Бисмиллахи ррахмани ррахим, аль-кари'а, устращающая, или великая бедствия, маль-кари'а, что такое устращающая? Аль-кари'а это моптадон аул, первое подлежащее именное предложение. Марфуан билибтедай, поставлен в состояние рафа, во аля мату рафа и признак в состоянии рафа этом имени. Явное дамо на его конце. Как известно, если мы упомянули моптада, подлежащее, то мы должны привести его хабар, его сказуемое. Но из-за того, что сказуемое здесь выражено именным предложением, нам сначала придется разобрать именное предложение маль-кари'а. Итак, ма это и с мустифамин, вопросительное местомение, вопросительное имя. Мабнив аля сукуни, с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Фимахалли рафин, на месте паджа рафа, именительного паджа. Моптадаун санин, второе подлежащее. Это если мы скажем, что следующее за ним слово, это его хабар, его сказуемое. Согласно другому мнению, может быть и наоборот. То есть, ма это хабар нукаддам, сказуемое, поставленное перед подлежащим, а аль-кари'а это его моптадан мухар, подлежащее, поставленное после своего сказуемого. Вернемся к первому варианту разбора. Мы сказали, что ма это подлежащее, моптада. А значит, следующее за ним слово аль-кари'а, это его хабар аль-моптада и санин, сказуемое второго подлежащего, сказуемое слово ма. Морфуан бель-моптада и поставлен подлежащим состоянием рафа в именительном падеже. В алямату рафа и признак состояния рафа в этом имени, аддомат аз-захирату аля ахири, явное аддома на его конце. В аль-моптада устанима хабарихи, второе подлежащее има, со своим сказуемым аль-кари'а, все это джумляту не сметан, именное предложение. В махале рафа на месте подлежа рафа. Хабар аль-моптада и санин, сказуемое первого подлежащего, коим является первое слово аль-кари'а. В аль-моптада ума хабарихи, подлежащее аль-кари'а, вместе со своим сказуемым, то есть маль-кари'а, все это предложение аль-кари'а, маль-кари'а, все это джумляту не сметан, именное предложение, ибо тогда это начальное предложение, ла махалла ла хаминал и араби не имеет места в падеже. Аль-ва это харфусти и нафин, частица возобновления речи, то есть указывающая на возобновление речи, на новую речь, на новое предложение. Ма. И араб это условие то же, что и во втором айте, поэтому не будем повторять все сказанное там. Скажем лишь, что ма это моптадон, подлежащее именного предложения. В махале рафа на месте поджарав. Адра это фа'люн мадан, глагол прощающего времени. Мабни аля фатхин муқадрин аля ахирихи. С неизменяемым окончанием, со скрыти над окончанием, то есть над алифом, аля ла алифи фатхайм. Ман амин зухуриха аттаадзуру. Проявиться огласовок фатхайм мешает невозможность дать огласовку алифу. Истихаулы татахарикал алиф. У фа'лю и у фа'лю действующее лицо, это домиран мустатиран фи'и джавазан, скрытое в нем в допустимой форме местомене, таглиру ху-хуа. Скрытое местомене здесь это хуа. Вал фа'лю маа фа'лю, глагол со своим фа'лем, все это джумлятун фи'литун, глагольное предложение. Фи махалли рафин на месте падежа раф, хабар аль муптадай, сказуемое подлежащего ма. Вал муптада у маа хабарихи, подлежащая ма со своим сказуемым, то есть вместе с адрака, все это джумлятун не смиятун, джумлятун не смиятун, именное предложение. Истинно фиятун, возобновляемое новое предложение, ла махалля ла хаминал и араби, не имеет места в падеже. Дальше, адраака, аль кафа это домирен мутаслин, слитное местомение, мабнию алал фатха, с неизменяемым окончанием, с фатхи на конце, химахалли на спин на месте падежа, на спин на спин на спин на спин на спин на спин. Мафу'люм бихи ау'лю, первое прямое дополнение, глагол адра. Малькарятун, это именное предложение мы подробно разобрали во втором аяте, поэтому не будем все это повторять. Скажем, что именное предложение малькаряту это джумлятун смитун, То есть дословно закрывает с собой место второго прямого дополнения глагола «адра». То есть стоит на месте второго прямого дополнения глагола «адра», является его второй «мафольбихи». Так как этот глагол имеет здесь два «мафольбихи» «мафулани» «уллаху аадам».